Друзья, всем привет! На момент выхода этого видеоролика в воскресенье. Обычно по воскресеньям в 10 утра у нас выходят жизненные сюжеты про недвижимость, про жизнь людей. К этому воскресному дню я не успел подготовить ролик, потому что был сильно занят, но контент пришел в руки сам. Соседка пришла сегодня, рассказала ситуацию, с которой я вас хочу познакомить. И настоятельно вас прошу показать этот видеоролик в первую очередь вашим взрослым родителям, бабушкам, дедушкам. Прямо скажите, вот, внук Малахова, послушай, что в жизни происходит, и дайте ей досмотреть до конца. Потому что то, что она рассказала мне, как ее просто-напросто обманывали на протяжении года, она не стала рассказывать своим родственникам. Постеснялась, но мне рассказала. На анонимной основе, но все документы есть. Тут все заявления, договора, это малая часть для того, чтобы было просто понятно, что произошло. А так вот такая папка уже. Поэтому, друзья, присаживайтесь поудобнее. Молодежь, вполне возможно, про подобные схемы обмана знает. Но вот взрослое население, легальный обман, обманули, и никому за это ничего не будет. А денег она отдала. Для затравки присаживайтесь поудобнее и досмотрите сюжет до конца. В любом случае, у меня есть спонсор выпуска для всех автолюбителей. Буквально 1 минута 20 секунд. И после чего я вам детально расскажу то, что она мне рассказала за 2 часа. И это происходило 1 год. За 20-25 минут. Вот в этом синем чемоданчике спонсор этого выпуска. И имя ему домкрат от компании Goodyear с грузоподъемностью до 2 тонн. В комплекте идет все самое необходимое. Сам домкрат, ручка для удобства переноски, ручка для того, чтобы можно было им пользоваться, и инструкция по применению. И с ним обязательно нужно ознакомиться перед началом работы. Особенно с этими тремя пунктами порядок работы. Важно! Запрещено производить работу с автомобилем, который удерживается только домкратом. Высота подъема 34 см. 340 мм. Это особенно важно для автомобилей с большим клиренсом. Надежная опора. Устойчивая, круглая, резиновая опорная площадка. Не повредит порог вашего автомобиля. 4-точечная конструкция обеспечивает высокую устойчивость домкрата. Система подъема. Обычно домкраты идут винтовые, и там нужно крутить ручку. Это так себе удовольствие. А у этого система легкого подъема изи лифт. Плавный подъем без лишних усилий и такой же плавный спуск. Без рывков и резких сбросов высоты. Идет удобный прочный кейс для хранения. Все детали домкрата хранятся в одном месте и не нарушают порядок в вашем багажнике или в вашем гараже. Защита от подделки. На каждой упаковке голограмма с уникальным номером. Домкрат Гудьер в какой-то момент может стать полезным и незаменимым инструментом для водителя. Ссылочка с подробной информацией ждет вас в описании. Значит, рассказываю. У меня в доме живет одна из пенсионерок, с которой я, в принципе, давно общаюсь. Периодически просит чем-то помочь, какие-то советы спрашивает. Просто здороваемся. И тут она ко мне приходит и приносит такую записочку, где кратенько расписано, что у нее произошло. Оставила свой номер телефона, я ее пригласил домой. Мы присели и вот здесь на протяжении двух, даже двух с половиной часов общались. Значит, в прошлом году, в марте, когда активно шла пандемия, она находилась дома. Как вы знаете, в Москве мэр города запрещал пенсионерам выходить на улицы, и они находились все дома. Ей, говорит, звонит телефон. И начинается стандартная для нас история с обманом пенсионеров. Для нас это для молодежи, потому что мы там маленько это понимаем. Звонит и говорит, представляются социальные службы, называют ее фамилию, имя, отчество, адрес проживания, то есть все данные про нее знают. И говорят, мол, вот вы у нас на очереди стоите, вам путевка положена. Путевка для пенсионеров, как она рассказала, она ветеран труда, возраст у человека 82 года, при этом находится в полном сознании, в полном здравии, то есть спокойно ходит, передвигаясь. То есть не такой человек, что привидение уже видит. То есть еще все отлично по здоровью, слава богу. И рассказ о том, что периодически от города им выдают путевки в санаторий. И вот звонят, говорят, что вам положена путевка. Она говорит, ну да, я там стою на очередь и знаю об этом. Ей говорят, смотрите, есть два варианта. Первый, на апрель отправляем вас в санаторий, или же, если вы, например, не хотите ехать, мы вам можем деньгами это компенсировать. Она посидела, подумала и говорит, мол, ну, все же закрыто, я сейчас на карантине, куда я поеду, давайте лучше деньгами. И говорит, да без проблем, прямо сейчас оформим заявку. Это все происходит в рамках обычного телефонного разговора. Ну и, естественно, здесь начинает составляться заявление, в общем, слово за слово. Ей говорят, так, на какую карту вам будем деньги переводить. Она говорит, у меня есть социальная карта, как выяснилось, с которой привязана еще дополнительная карта от банка. Ну, даже не имеет значения, какой банк, просто не буду называть. Называют номер своей карты, на кого оформлена карта, им понятно. Ну и называют, естественно, номер CVT с обратной стороны. Ну, CVV, вы поняли, в общем, три цифры вот эти называют. Ей приходит смс-уведомление, ей по телефону, да-да, все правильно, сейчас подтверждение сделаем. Называет она им эти цифры. В процессе телефонного разговора ей говорят, нажмите звездочка, решетка, что-то она там нажимает, 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 телефон обрывается. Есть вопрос, ничего странного не почувствовали? Говорит, ну да, я поняла, что что-то неправильно как-то это все произошло, но не придала этому никакого значения. Почему? Потому что у нее была социальная карта, на которую она, как говорит, кладет там тысячу рублей исключительно для проезда, говорит, особо я туда специально деньги не кладу. То есть тоже продуманно все сделано. А на следующий день она пыталась сходить в банк. В банке говорят, что все закрыто, не принимаем, пандемия. Ну и вроде как она начала это решать вопросы по телефону. Позвонила в несколько банков, заблокировала свои карты. Говорят, все, без проблем, все окей. Ну и она думает, что все, карта заблокирована, все хорошо. Проходит буквально три месяца. Точно не может сказать, говорит, то ли май был, то ли июнь. В общем, когда сняли ограничения, то, что пенсионеру можно уже было передвигаться. Она отправляется в один из банков, где у нее лежали деньги. Лежало у нее там 200 тысяч рублей, и эти деньги лежали там под процент. И как раз срок начисления процентов можно было забрать в июне месяце. И она приходит туда с желанием забрать либо только проценты, либо забрать и проценты, и деньги. На что ей говорят, слушайте, какие деньги? Так вы же уже все давным-давно сняли. Тут она в шоке. Ей делают целую распечатку. Это я рассказываю с ее слов. Когда она уже подняла панику, что она ничего не снимала, никакие деньги не забирала, ей показывают, что вот там с вашей карты, с вашего доступа были переведены денежные средства. И там прям показывают, по 40-40 тысяч кусками переводили, на какой номер карты. То есть прям целая цепочка, как деньги выводили. Она объясняет то, что это не я сделала. И говорят, ну все, что, в полицию. На данном этапе вы можете сказать, да блин, это стандартная история. Нет, друзья, это только начало. Она выходит из банка и идет сразу в полицию. В полицию ее тут же принимают. Говорят, да без проблем. Садитесь, пишите заявление. У нее все это есть. То есть у нее прям целая папка документов. Пишет заявление, расписывает всю ситуацию и говорит, ну все, возбуждаем уголовное дело по факту мошенничества. Она думает, ну все, хорошо, все, будем решать вопрос. На протяжении полугода дело не сдвинулось с мертвой точки вообще никак. Она начала уже сама ходить, звонить, пытаться найти, кто ее следователь, кто ее вопросом занимается. Ей называли адреса, она приходит, там никого нету. То приходит, спрашивает одного, ей говорят, этот ваш следователь, тот. Приходит к тому, тот ей говорит, тот. В общем, шел целый футбол. Вот я прям даже все себе записал, с ее слов, как это было. На полном серьезе говорю, невыдуманная история. Вот человек сидел рассказывал. Факт в том, что суть до дела, ей то в опорное отделение сходить, и то еще куда-то. Короче, таким образом получилось так, что никто ничего не знает, кто ее следователь. Она на сегодняшний день тоже не знает, ничего не происходит. В один день она как-то передвигалась по городу. Она говорит, я пенсионер, я ничего не делаю. Я не работаю, у меня времени в ВОС свободную. Я то туда схожу, то туда схожу. И тут она с одной из своих подружек, скажем, даже не то, что подружек, с одной из своих знакомых обменялась словами. И как-то зацепился разговор, и она рассказала ей эту историю. Ну, рассказала и рассказала. Прошел еще месяц. Потом однажды, говорит, сижу дома, звонит, говорит, поехали со мной съездим по делам. Та самая подружка, которой она рассказала. Поехали. Она приехала куда-то в центр, в какую-то фирму. Она понимает, я спрашиваю, ты знала, куда ты едешь? Она говорит, ничего не знала, просто как бы поехала. Говорит, времени свободного полно, мне пофигу, чем заниматься. Приехали, она говорит, я понимаю, что мы приехали в юридическую фирму, где ее подруга решала какие-то свои вопросы. Что-то там ей рассказывали, подсказывали. Ну, порешала и порешала. Тут уже собирается вставать. И она ей говорит, вот, слушай, расскажи людям-то, у тебя же вот проблемы. Помнишь, ты мне рассказывала? И она начинает сотруднику рассказывать ситуацию про вот то, что у нее украли деньги, что она написала заявление. Та говорит, блин, слушайте, а мы этими вопросами занимаемся. Давайте сейчас позову специалиста, и он вас грамотно проконсультирует. Заходит специалист, как она прям вот расписывала, такой высокий, такой причастый мужчина, статный, вот хорошо одет, очень эрудированный, садится, выслушал ее, и начинает рассказывать то, что мы сейчас все эти банки расчехвостим. У нас серьезная компания, мы всеми вопросами занимаемся, без проблем сейчас все порешаем. Та говорит, ну здорово, то есть прям вот доверие, говорит, так и льется. Ну, говорит, цена наших услуг 180 тысяч рублей. И задает вопрос, деньги у вас есть? Сходу рассказывает, что дома лежат деньги, есть, да, она на все согласна. Выходит оттуда, они ее отправили домой, снимаете, ну, забирать деньги и возвращаться обратно. Говорит, я такой человек, что я сейчас сказала, окей, выхожу там, подумаю и уже могу передумать. Так и произошло. Доехав до дома, он ей звонит, спрашивает, ну, где там, 6 часов, я вас жду, вас нету. И она объясняет, тоже, знаете, я передумывала, как бы это все как-то нелогично получается, мол, там 200 тысяч, а он должна дать 180, как-то это все для меня дорого, я как-то вот не хочу. Тот начинает на нее наседать и говорит, мол, как это не хотите, смотрите, мы вам все порешаем, вы еще едете, как бы 180 тысяч вам удастся вернуться, мы на них взыщем все наши услуги, то есть, как бы, вот, юридически. Короче, говорит, а вы за сколько бы хотели бы с нами поработать? Так, говорит, да я не знаю. То есть, начинает торговаться. Говорит, сейчас я вам перезвоню, пойду пообщаюсь с руководством. Уходит к руководству, перезвонит, говорит, 140 тысяч, мол, 40 тысяч скидка. И так говорит, все, я согласен. Берет деньги, едет к нему, заключает договор. И у нас вот даже есть этот договор. Здесь, пожалуйста, чек, копия. Факт в том, что договор здесь заключен, внимание, основной пункт, правовой анализ. Дальше можно не продолжать, что здесь написано. Он одностраничный договор. И с обратной стороны есть такой пункт интересный, 5.7, я вам его зачитаю. Исполнитель гарантирует выполнение юридических услуг в соответствии с пунктом 1.2 настоящего договора. Заказчик предупрежден и согласен с тем, что исполнитель не несет какой-либо ответственности перед заказчиком за исход дела. Принятие судом решения в пользу заказчика полностью, частично, неважно. В общем, факт в том, что с нее берут деньги, 140 тысяч рублей за анализ вот этой всей ситуации и никаких, естественно, гарантий ей не дают. Она говорит, у меня куча дипломов, я всю жизнь хорошо училась, я постоянно, я говорю, договор-то читали? Она говорит, нет. Игорь, а что? Ну, как-то, говорит, не читала. И в процессе, в последующем, все документы, которые она будет подписывать, она ни разу, нигде ничего не читала, она просто подписывалась и все. Вы скажете, глупая, неправильно, человек взрослый. Вот такое бывает. Это чья-то бабушка, чья-то мама. Вот так это происходит. Значит, дает деньги, выходит оттуда. И в тот же день вечером, вот на душе, душа-то подсказывает, что что-то неладное. А на следующий день им звонит, говорит, верните мне деньги, говорит, давайте, я приеду, напишу претензию. Она приехала, написала туда претензию, жалобу на них писала, ну, внутреннюю, мол, верните деньги, я хочу разорвать договор. Ей говорят, зачем что-то разрывать, что вы боитесь? Она говорит, и вот, я боюсь то, что вот вы там взяли с меня денег. В общем, переживания свои как-то описывать. Ей еще день проходит, ей звонит, говорят, смотрите, приезжайте, у нас все документы уже готовы. Она приезжает, там лежит, внимание, два документа. Первый, это письмо в прокуратуру. Второй документ, это еще раз обращение в полицию. И вот она, увидев эти документы, она думает, ничего себе, процесс-то пошел. Тут полгода уголовное дело заведено, ничего не сдвинулось с места, а тут спустя буквально два дня процесс пошел. Так еще более того, ей дают гарантийное письмо. Вот гарантийное письмо, в котором здесь основной пункт прописан, что они ей гарантируют, что свыше 140 тысяч рублей одни с нее за эту услугу брать больше не будут. То есть вот 140 тысяч ты дала, все, больше ты платить не будешь. Ну и в силу того, что она увидела, что процесс пошел, она вроде как доверилась, уехала домой. Проходит несколько дней. Ей звонит вот этот человек высокий, статный, говорит, смотрите, есть конфиденциальный разговор, не по телефону, надо приехать, обсудить. Друзья, я вам серьезно говорю, я вот прямо записывал себе по пунктам, что она рассказывала, по метке. Я когда слушал, я сам офигевал и думал, ну неужели такое бывает? Она приезжает туда, он ее сажает и объясняет. Смотрите, по вашему делу сейчас есть еще ряд таких же потерпевших. И мы сейчас создали целую команду тут юристов, которые у нас пойдут. И это прямо будет гарантированный выигрыш. Так мы еще вот эти все ваши расходы, которые идут на нас, на юристов, мы занесем, как вот, знаете, пишут там иск. Мол, верните столько-то денег и включая там, допустим, расходы на юриста. Ну, он ей рассказывает так, что, мол, занесем, все сделаем, в общем, все деньги вам вернут. Она говорит, ну хорошо, здорово. Он говорит, но тут как бы надо доплатить. Говорит, что заплатить, сколько? 350 тысяч. Она сначала сперва в шоке, но, как говорит, он прям так это все детально, гладко рассказал, что я тут же соглашаюсь. Он говорит, ну деньги же есть у вас, а у нее есть деньги. Как выяснилось, у нее были накопления, часть у нее была наличкой дома, часть на одной карте, вот где 200 тысяч украли, и часть денег лежала в одном известном банке на счету. Она параллельно с ним начинает рассказывать какую-то историю. А человек такой то, что она общительная, и вот мы с ней общаемся, она говорит, вот очень любит, как я помню, у нее есть хобби на теплоходах кататься. И она рассказывает, что когда-то она каталась, что-то там не получилось с нее, там вот что-то нужно написать претензию. И этот юрист говорит, я готов вам помочь, она говорит, бесплатно? Он говорит, ну конечно, для вас сделаем бесплатно, бумажку написать. И вот после этого такой ключевой момент, она прям полностью говорит, я прям вот человек уже мне бесплатно готов помочь. Открылась ему полностью. Она уезжает домой, идет в банк, снимает эти 350 тысяч рублей, приезжает, доплачивает. Ей при этом все там параллельно какими-то бумагами это все подкрепляет. У нее пачка вот такая, я не стал прям каждую бумажку прочитывать. Но факт в том, что ей все эти взносы, которые она делает, ей чек дает, все как положено, оформляет. Говорит, вот мы потом с вами сделаем доп. соглашение к этому договору. Не забывайте, что у нас гарантийное письмо есть. Вот доп. соглашение, что все согласны, все стороны, все интересы сторон учтены. Она уезжает домой. Проходит еще два дня. Ей звонит. Говорит, смотрите, у нас тут прокурор сегодня приехал. Хочет с вами пообщаться. Друзья, офис компании находится в центре Москвы, внутри Садового кольца. Она приезжает, заходит в кабинет. Еще один мужчина говорит, красивый, прям сидит тоже, прям культурный, вежливый. Я спрашиваю, он в форме был? Нет, он был не в форме, но представился как прокурор. Садится, начинает разговаривать, еще раз прослушивает все, что произошло. Она кратенько им рассказывает. Он говорит, смотрите, мы очень серьезно сейчас работаем. Вы не поверите, я еще раз повторюсь, я когда слушал, я просто офигевал. Она сама уже сейчас смеется, очень позитивная женщина. Мы работаем, говорит, вообще в целом через космос. И говорю, чего? Она такая смеется, сидит. Ну, он объяснил так, что все вот эти передвижения денежных средств, они, все эти транзакции, все это могут увидеть и через космос все это следить. Как переводились деньги, куда, где они были сняты. То есть, говорит, мы сейчас целую цепочку выстроим и поймаем мошенников. Что на самом деле, как бы, да, вот так-то и не звучит, как глупость. Ну, с нынешними технологиями, я думаю, это вполне реально. Но факт в том, что и понятное дело, что это никакой там не прокурор. Они объясняют ей, что все, дело схвачено, сейчас мы уже будем все готовить. Они на этой встрече ей говорят, что нужно доплатить еще 450 тысяч рублей. И она выходит, едет в банк, приезжает. Ей говорят в банке, вот сейчас денег нет, вы пишите заявление. Начинает панику поднимать. Короче, ей выдают 450 тысяч рублей. Она уезжает к ним обратно. Отдают. И получается таким образом, что в течение недели она им отнесла 890 тысяч рублей. С одной ключевой целью вернуть 200 тысяч похищенных с карты. Когда я у нее спрашиваю, вы в какой-то момент вообще понимали, что дурь, делает акцент, что постоянно говорили, что вот эти все деньги, которые она ей заносит, вернутся. Таким образом, как бы она и 200 тысяч должна вернуть свои, так еще и 890 уйдет обратно. Еще важный момент, который я немножко упустил, но вот хорошо, что пометил. После первой встречи они попросили ее сделать генеральную доверенность на ведение дел. Что там в этой доверенности написано, не помнят, но я ей объясняю. Я говорю, вот у вас квартира есть. Я говорю, а на что доверенность, на какие, что делать, не помнят. Вот вы представляете, в такой ситуации по этой гендоверенности, я думаю, вполне можно сделать так, что якобы она дала Дарстон там на Иванова Ивана Ивановича, что после своей смерти все свое имущество, все, что у нее есть, завещает ему. Таким образом, когда не дают, ну, когда-то придет день, когда ее не станет. И, в общем, одну вторую квартиру можно будет отнять, потому что одна вторая принадлежит именно ей. Соответственно, кто-то сейчас где-то живет, у него есть бабушка там с квартирой, еще с чем-то. Он думает, что у бабушки все хорошо, а бабушку параллельно вот так вот, как говорится, лохматят и, соответственно, разводят. Мало того, что все накопления ее забрали, я спрашиваю, что все деньги отдала, стольник, говорит, остался и больше нет. То есть, теперь вот пенсия и стольник. При этом есть живые родственники и так далее, им никому ничего не рассказывал. Я говорю, а ко мне-то почему не приходили? Говорит, то, как телевизор какой-то подключить, то еще что-то сделать, вы тут как тут. А когда такие ситуации происходят, ну, как-то постеснялась, говорит, я-то думал то, что у нас все официально, у нас все хорошо. На выходе получается следующая ситуация, что 890 тысяч она отдала, 200 тысяч у нее украли. Прошло уже, получается, больше года с момента начала этого дела. С юристами она начала работать в марте этого года. Сегодняшний день, соответственно, от них тишина. Она уже ходила, писала им претензию, мол, верните деньги, вы ничего не сделали. Те пишут ей отписку о том, что мы вам ничего не должны, у нас все в работе, все хорошо, поэтому не волнуйтесь, мы все сделаем и так далее и тому подобное. Какие выводы из этого нужно сделать? Вот так вот пенсионер сидит дома, всю жизнь свою копил денег себе там на старость, ей сейчас, подчеркиваю, 82 года. В какой-то момент, казалось бы, банальный развод по телефону мошенники, ну, обманули на 200 тысяч рублей. Она с ними рассталась, уже даже про них, в принципе, и забыла. Пошла за помощь к людям, и люди вот таким образом за неделю выудили с нее все деньги, которые у нее были. Значит, почему я не называю там название этой организации? Потому что в этом нет никакого смысла. Вот эти ООО «Рога и копыта», сегодня «Рога и копыта», завтра «Копыта и рога», послезавтра «Рожки да ножки» с этими юридическими лицами открыл, закрыл, пишешь какие-то гарантии, раздаешь, по факту деньги забрал, вывел, до свидания. Сегодня офис в одном центре, завтра офис на другой стороне центра и так далее. Поэтому я вам настоятельно рекомендую прямо сейчас позвонить вашим бабушкам, дедушкам и спросить, как у них дела, никто ли им не звонил, никто ли им не предлагал какие-то путевки, вообще в целом поинтересоваться. Потому что такая ситуация может произойти запросто с любым из нас, вот с нашими родственниками. Имейте в виду, вот, разводят на раз-два. В заключении диалога я у нее спрашиваю, говорю, ну и что? Сидит, смеется, говорит, вот такая вот, я говорю, у тебя всю жизнь так училась, у меня столько дипломов. Я говорю, ну что, помогли тебе твои дипломы? Нет, не помогли. Свелись, в общем, к тому, что, я говорю, да вариантов-то вернуть денег ноль. В общем, смотрите, если вдруг вы, юристы, знаете, что в такой ситуации можно вернуть, я почту свою оставлю на экране, напишите хотя бы просто советом, скажите, как правильно действовать. Я же думаю, что в этой ситуации уже ничего не получится. И самое главное, в заключении, да, она писала заявление в полицию на эту организацию, куда она занесла деньги. Приехала полиция, ее доставили в отделение, разобрались, и в возбуждении уголовного дела отказали. По причине того, что все документы есть, никто у нее ничего не украл, она отдала все сама. Соответственно, они сказали, до свидания, всего вам доброго, решайте вопросы сами. Друзья, будьте начеку и следите за вашими родственниками, не думайте так, что Машков сейчас рассказал какой-то баян, нам всем с вами понятно. Мне тоже это понятно, я понимаю, что это разводчики, мошенники, эферисты, но взрослые наши с вами люди, наши с вами родственники, этого, к сожалению, не понимают. Я готовлю дальше для вас новые интересные, полезные сюжеты про автомобили, про недвижимость, про жизнь. Подписывайтесь обязательно на канал, подписывайтесь на инстаграм канала, там выходят всегда свежие новости. Ставьте лайки, ставьте дизлайки, пишите ваше мнение в комментарии. До новых встреч, всем пока-пока.